Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Спасибо, что вы с нами на влиянии. Моим собеседником сегодня является старший пастор церкви христианской веры в городе Сакраменто Сергей Головей. Приветствую. Приветствую пастор Юрий. Приветствую вас, уважаемые зрители. Благодарны Богу за вас, за вашу работу, за ваше участие в этой работе. Пусть Бог благословляет и умножает. Спасибо. Мы принимаем из твоих уст, как от руки Господней. Пастор Сергей, мы находимся в канун великого праздника христиан евангельской веры. Это праздник Пятидесятницы. Пасхи. Наряду с праздником Пасхи. Это большой праздник. Это очень большой праздник. И об этом мы сегодня обусловлены и поговорить с вами, побеседовать. Хорошая тема и уместная очень. Мы проводим ее как раз в то окно времени, в отношении которого Христос сказал своим ученикам «Не отлучайтесь от Иерусалима». Вот как раз в эти дни они были собраны в верхней горнице и молились. Их было 120 человек, как мы знаем. И в день Пятидесятницы что-то произошло. Ты сказал, западный христианский мир будет праздновать сошествие Духа Святого. Есть как минимум две причины, почему об этом надо говорить. Вообще, наверное, будет уместно возвратиться к ветхозаветним прообразам, да? Потому что мы знаем о Пасхе как таковой. Сыновья Израиля в пасхальную ночь сверхъестественным образом были освобождены Богом от египетской ноши. Рабство, проклятие, это же ежедневные слезы, боль, угнетение, насмешки. И смерть, и вот во исполнение Богом данного слова, они победоносно выходят из Египта. Написано в книге Псалмов, не было в коленах болящего. Ни в одном. Ни в колене Рувима, ни в колене Дана, ни в колене Заволона, ни в колене Иуды или Левия. Что-то произошло в эту пасхальную ночь, настолько существенное. Я не думаю, что не было больных. Ты так думаешь? В канун пасхальной ночи. Ну, рабство, тяжелая работа. Но если делать ссылку на этот текст, не было болящего. То есть, получается, молниеносно. Я верю, что они были исцелены. Господь бациллы какие-то убрал на этом пути. Я верю, что они были исцелены и приготовлены как минимум к 11-дневному путешествию, безостановочному. Где они могли оказаться в обитованной земле в течение 11 дней. Не только они были исцелены. Библия говорит о том, что они вышли с очень большим богатством, которое впоследствии народ доброохотно принес, чтобы была воздвигнута скиня. И золото, и серебро. Еще одна деталь, пастор Юрий, не безинтересна, на мой взгляд. Я делаю ссылку на исход 12-ю главу. Не помню точно стих. Может, 39-й. И много разноязычных народов. То есть выход Израиля из Египта не был этнически монотонным, если правильное слово. Это была некая гамма. Множество народов были представлены в этом исходе. Как празелиты, якобы. Люди, которые решили, что нам с Египтом не по пути. Люди, которые, не исключаю, уверовали в слова, с которыми Моисей приходил к израильскому народу. А могли быть смешанные браки? Могли быть смешанные браки. Могли быть темнокожие люди. Это Африка. Ну, разноплеменные есть разноплеменные. Вот почему, если мы приближаемся. Чем обусловлена Пятидесятница глазами Ветхого Завета? Это Богом данный закон. Моисею на горе Синайской. И вот, не знаю, иносказание, не то, что иносказание, а традиционная такая или некая быль в отношении израильского народа гласит, что когда Бог давал закон Моисею на горе Синае, то он прозвучал на семидесяти языках по числу семидесяти народов, которые наполняли землю. Что сейчас, если мы преломляем во свете дня Пятидесятницы, то Христос воскрес из мертвых 50 дней перед этим. Он попрал смерть, он разрушил проклятие. В его смерти прощение наших грехов, в его воскресении наша праведность. И Павел говорит в послании к римлянам, если он сына своего не пощадил, то как с ним не дарует нам всего. И вот в это всего, милости просим, включайте все, что хотите. Физическое исцеление, душевный мир, духовное обогащение, финансовое восполнение. Если он не пожалел сына, как с ним не дарует нам всего. То есть получается, что в спасении, в то, что названо спасением нас, там... Мы в большей мере смотрим на спасение. Пакет. Там пакет, фул пакет. Фул пакет. Мы спасение рассматриваем, как правило, в одном измерении. Это... Someday we will be over there. Да, это наша резервация по ту сторону. Что правдиво. Ну да. Что правдиво. Но спасение намного больше. Вот будет уместно, наверное, процитировать слова Христа. И он это делает неоднократно. Но, к примеру, женщине, которая 12 лет страдала кровотечением. Она... Мы знаем историю. Она расточила все свое имение. Она потратила все, что имела на врачей. Ни одни, ни один не мог помочь. То есть она пришла ко Христу в состоянии физической изнеможденности. Депрессии, наверное. Она была эмоционально вымотана. Я не думаю, что доктора тех дней, немножко иронично скажу, чем-то сильно отличались от сегодняшних. Они обещали очень много. И она была духовно разбита. Это же постоянное пренебрежение со стороны окружающих. Самоизоляция. Очень низкая самооценка. Она прикасается ко Христу. Мы знаем историю. Христос останавливается. Кто это сделал? Петр говорит, посмотри вокруг. К чему ты удивляешься? Любой мог тебе... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Некто прикоснул. Некто. Потому что это не было прикосновение ради прикосновения. Или ради любопытства. Или ради любопытства. Я чувствовал, как изошла сила. То есть, в этом прикосновении было требование. Помнишь, текст есть один в Евангелии Луки. И требовавших исцеления, исцелял. И потом, она, видя, что не может скрыться, приходит, рассказывает ему всю истину. И Христос говорит ей. Я повторяю, что эти слова неоднократно были им использованы. Он говорит, иди в мире. Вера твоя спасла тебя. Если рассматривать спасение в одном измерении... Тогда исцеление совершенно верно. Но вот в этом слове, твоя вера спасла тебя, то есть, это моё убеждение, она была восстановлена физически, о чём мы знаем, она была эмоционально исцелена, она была духовно исцелена. То есть, манифестация спасения в полной мере. Не является ли это подтверждением то, о чём апостол Иоанн говорит? И дух, и душа, и тело досохранят целостность. Абсолютно, абсолютно. Каждой области, каждой области нашего бытия. Так вот, Христос умер, Христос воскрес. 40 дней он является своим учеником. Мы знаем из евангельских текстов как минимум 10 раз. Он являлся своим учеником. Мы очень мало знаем о его явлении более чем 500 братьев. Если не знаем вообще ничего, кроме первого послания к Римфинам, где Павел говорит, он явился более чем 500 братьев. Некоторые из них до сих пор живы, он утверждает. А некоторые уже и почили. Интереснейшая история, да? То есть, два раза умерли люди в своей жизни. Потом явился мне, ну, это по дороге в Дамасск. Собирает своих учеников и говорит им, не отлучайтесь от Иерусалима. Потому что по некоторым времени, он не говорит им конкретно, когда это произойдет, но он им намекает, что это не будет слишком долго. По короткому времени вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Это уже Деяние, первая глава Деяния. Во второй главе они единодушно вместе, они молятся в верхней горнице. Похоже, это то же самое место, где произошла тайная вечеря, последняя вечеря у Христа со своими учениками. И вдруг делается шум, как бы отнесущегося сильного ветра. Наполняет эту горницу. Они исполнились Духа Библии, говорит. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Это были человеческие языки. Потому что есть ангельские языки, есть человеческие языки. Люди, которые пришли на День Пятидесятницы... Разумели. Разумели. Они не могли примирить в себе, как это галилеяне... Кстати, галилеяне считались низшим классом. Это были вот такие периферийные дядечки и тетечки. Чернорабочие. Чернорабочие, да. Как вот эти необразованные мужики галилеяне могут возвещать о великих делах Божьих. Стали лингвистами. Да, и мы отчетливо понимаем, мы четко понимаем, что на наших языках, без акцента, без каких-то запинок. И мы знаем, о чем они говорят. Они говорят о чудных делах Божьих. И там было шесть категорий людей из Деяния апостола. Кто-то изумлялся, кто-то насмехался, кто-то удивлялся, кто-то восхищался. И было из всего собравших, из всего собрания было три тысячи, которые сказали, а что нам делать? И вот в день Пятидесятницы, день Пятидесятницы, я возвращаюсь к тому, что как минимум по двум причинам он важен. Потому что исполнилось обетование. Это первое. Бог еще раз продемонстрировал всему человечеству, что он не человек. Бог не человек, чтобы ему лгать, и он не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Если Бог что-то пообещал, если Бог что-то сказал, он неизменный в слове Бог. Все обетования в нем. Павел пишет. Да и аминь. Вторая вещь, которая произошла в день Пятидесятницы, это то, что я называю «я создам церковь мою». Процесс строительства церкви начался именно в день Пятидесятницы. Христос Кесария Филиппова. Разговор. Заговор почитайте меня. 16 марка. Петр говорит «Ты Христос, Сын Бога Живого». Мы знаем, каким дальше был разговор. «Я создам церковь на этом камне. И врата ада ее не одолеют». Так вот, начало этого процесса строительного имело место как раз в день Пятидесятницы. Мы говорим о рождении церкви как таковой, о его теле в день Пятидесятницы. Тайна, сокрывавшаяся от вечности в Боге. Он имел ее. Как Ева была сокрыта в Адаме в момент его сотворения, так церковь была сокрыта во Христе. Но она вышла, она явилась, она манифестировала себя как раз в день Пятидесятницы. Вот почему, пастор Юрий, мы не можем говорить о Духе Святом в разрыве от церкви. И мы не можем говорить о церкви в разрыве от Духа Святого. Эти, я не скажу, что это взаимозаменяемые ни в коем случае, но существенно строительство церкви как таковой, она, конечно же, предусматривает непосредственную вовлеченность Духа Святого. И если это без Духа Святого, оно тоже может созидаться, используя какие-то человеческие навыки, используя какие-то знания, используя какие-то философские аспекты. Но все, что созидается человеком и на человеческой мудрости, оно не имеет долгосрочной перспективы. Даже используя человеческую философию, можно построить какую-то структуру и повесить название церкви. То, что многие и делают. Совершенно верно. Так называемые, всевозможного сорта, так называемая, как мы говорим, церква, которые ничего общего с невестой Иисуса Христа не имеют. Абсолютно. Когда в недре отчим, как ты говорил, была высвобождена в лице Духа Святого вот эта единица, невидимая, но реальная, под названием церковь, под названием церковь, это является, как мы говорим, невестой Иисуса Христа. То есть это то, что Бог создал, это то, что Бог контролирует, то, над чем Бог работает через Дух Святой, то, что Он созидает Духом Святым. То есть это Его единица, это Его составляющая, потому что Дух Святой — это Его составляющая, это исходная от Отца. И поэтому, как ты говоришь, когда мы отодвигаем, когда человек, общество отодвигает работу Духа Святого, оно практически теряет всего. Потому что Дух Святой, дающий жизнь в церкви, нет Духа Святого, нет жизни в церкви, нет молитвы в церкви, нет откровения. Самое главное — откровение. Свежего слова. Свежего слова. Можно созидать, чего-то заполучил, нахватавшись в библейской школе, начитавшись, но оно в жизни... Наслушавшись сегодня. Наслушавшись сегодня. Скопировав, скопировав. Скопировав и так, так, так. Но если там нету жизни, там... И оно ощутимо? Оно ощутимо. Оно очень сильно ощутимо. Потому что когда у тебя, как ты говоришь, есть маргарин и есть масло, я люблю сравнивать, аналогию проводить, говорят, что масло — это все-таки органик. Маргарин — это заменитель. И это целая интересная тема. Я не хочу вкладывать свои слова в твои уста, у тебя лучше получается, чем у меня. Поэтому действительно работа Духа Святого, она незаменима. Почему я и сказал то, что сказал минутой раньше? Мы не можем говорить о Церкви в разрыве от Духа Святого. Да, да. И мы не можем говорить о Духе Святом в разрыве от Церкви. Они... Это непосредственная вовлеченность Духа Святого в очень успешный процесс строительства Церкви. Вот в продолжении, наверное, будет уместно сейчас сделать ссылку, потому что на что бы я в большей мере, так как мы приближаемся к этому дню, к Дню Пятидесятницы, на что бы я в большей мере хотел обратить и свое, и внимание наших зрителей сегодня. Мне так кажется, что на данный момент Дух Святой желает восстановить в наших сердцах, в нашем понимании вообще важность Церкви как таковой. Евангелие Иоанна, 14, 15, 16 главы. У Христа разговор со своими учениками. Последние аккорды, что называется. То есть, все, что я хотел, но не мог сказать раньше, я сейчас могу и скажу, потому что мое время исчерпано. И там уже не какие-то подобранные слова, там уже прямым текстом. Я ухожу. И он говорит, я знаю, что от того, что я сказал, я ухожу, ваши сердца опечалились. Но повторяюсь еще раз. Пусть не печалится ваше сердце. Мое место займет Дух Святой. Не огорчайтесь. Вы не проиграете. Кстати, в английском переводе используется слово «er is to your advantage». То есть, вы от этого только выиграете. В этом, в том, что я уйду, а Дух Святой займет мое место, в этом для вас просто колоссальнейшее, колоссальнейшее преимущество. И он дает в Евангелии Иоанна 14, 15, 16, как минимум семь причин, почему мы выиграем, в чем наше преимущество, что его место займет Дух Святой. Иоанна 14, 26. Он научит вас. Он не просто послан Отцом для того, чтобы витать над землей и дать вам хорошее ощущение, хорошее переживание время от времени. Одна из его миссий будет сводиться к тому, чтобы вас научить. Как это созвучно с тем, что пишет Иоанн? Помазание, которое в вас пребывает, оно не ложно. Оно учит вас. И в том, чему оно вас научило, в том и пребывает. Павел говорит в послании к Диту, явилась благодать Божия. Она спасительная для всех человеков, научающая нас, как праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Поэтому одна из миссий, одна из работ, одна из функций Духа Святого, это научить нас. Вторая вещь, на которой Христос делает ударение, в той же 14 главе, 26 стихе Иоанна, Он не только научит вас, но Он вам напомнит. Он вам напомнит, о чем я вам говорил. Так мы устроены, пастор Юрий, что и предрасположены. Но в тот момент, когда мы будем нуждаться в этом слове, когда мы окажемся в этих обстоятельствах, как Христос говорит своим ученикам сегодня, будет время, когда не сладко вам придется. Меня любили, вас будут любить, меня гнали, вас будут гнать. Когда поведут вас предправители за имя Мое, не заботьтесь. Потому что в тот момент Дух Святой будет рядом. Он даст вам слово. Он напомнит вам. Он научит вас, что вы должны будете сказать. Итак, Иоанна 14, 26, Он научит Иоанна 14, 26. Он напомнит Иоанна 15, 26. Христос говорит, Он будет свидетельствовать обо Мне. Поэтому я сегодня, вот смотрю в эту камеру и хочу сказать, что любое свидетельство, которое не христоцентрично, оно недвижимо Духом Святым. Дух Святой, приходя, свидетельствует о Нем. Это согласно заявлению Христа. Иоанна 15, 26. И Он не только будет свидетельствовать обо Мне, но и вы будете свидетельствовать обо Мне. Опять, деяние 1 глава, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будете моими свидетелями здесь, в Иерусалиме и Иудеи, в Самаре и даже до края земли. Это третья его функция. Четвертая его функция, переходим в Юанг Леянов 16 главу, когда Дух Святой придет, Он обличит. Нам нравится, когда Он нас учит. Утешает. Утешает. Когда утешает. Радует. Радует. Когда напоминает. А вот одна из его функций, тем не менее, кого любит, того и обличает. И, кстати, в Откровении во второй, в третьей главе у него достаточно строгий язык, обличающий тон. Из семи церквей только две получили от него одобрение. Одобрение. Филадельфийская. Смертно, да? Остальные, особенно если говорить за Аллахи Киевскую, и ряд... Ну, с Ефеса начнем. Ты думаешь, что ты жив? Ты мертв. Кстати, Юрий Михайлович, это же церковь первого столетия. Мы говорим о каких-нибудь двух, трех, четыре десятка лет после того, как Дух Святой снизошел в день Пятидесятницы. И в Англии имело триумфальное шествие по Малой Азии. И 40-50 лет спустя настолько обличительное слово, что говорит о нашей предрасположенности так быстро где-то уходить, заносить, если мы постоянно не развиваем вот эти партнерские, дружеские, близкие взаимоотношения с третьей личностью Божества. И когда он обличает, не ожесточать свою выю. Я думаю, что Павел писал послание к римлянам, послание к евреям, и он говорит, что вообще, если вы не наказываемы, то вы не законнороченные, вы где-то просто прибились к обществу вот так, может грубовато будет звучать, на халяву, просто за компанию. Если вы законнорожденные, если вы часть семьи, такого не может быть, чтобы он не наказал, такого не может быть, чтобы он не обличил, такого не может быть, чтобы он не скорректировал, потому что никто из нас не ангел, никто из нас не ангел. Пастор Сергей, ты держи эту мысль, ты так пошел в вторую, третью откровение, я вспомнил пергамский период, как могло такое произойти, это я чуть, буквально уклонюсь на минуту, как могло произойти, что в пергамском периоде церковь, она взяла престол, водрузила туда сатану, почему и обличение, ты живешь там, где престол сатаны, вот как это могло произойти, якобы и это получилась церковь отступница, я провожу аналогию, всякая истина параллельна, я провожу аналогию с современным человеком, вот когда лет 15 назад мы услышали, что впервые в истории западной христианской церкви епископальная церковь рукоположила, сделала своей главой лесбиянку, епископом, главой церкви сделала, и мы ай-яй-яй, ой-яй-яй, ай-яй-яй, мы не знали, что это такое начало болезни, то есть это явно, это явно, это явно, что на престоле епископальной церкви, там, где во главе лесбиянка однополая со своей подругой является главой этой церкви, это сатана сидит на престоле этой церкви. Это еще раз нам подсказывает пастор Юрий, насколько уязвимы мы. Ведь же, опять, если делать ссылку на слова Христа, я создам церкви, он не закончил там, он не просто сказал, я создам церкви мою. И все. Радуйтесь, Петр, ты камень, я на этом камне, я на этом откровении, или на тебе церковь создам. Нет. Он сказал, и врата ада ее не одолеют. То есть всегда, через всю историю будут попытки, адские попытки, для того, чтобы ее одолеть, для того, чтобы ее превозмочь. Но Христос является гарантом не просто ее долгосрочности, Христос является гарантом ее триумфа. Я создам церковь, и врата ада ее никогда не одолеют. Поэтому это показывает нам пергамский период, любой другой, американский период, период западной церкви, период западной церкви 21 века или начала 21 века, очень хорошо демонстрирует нам, насколько мы уязвимы. Потому что вытеснули Дух Святой. Что? Полностью, со всей атрибутикой. И не только Дух Святой вытеснуто. Слово Божие. Коль мы задерживаемся в книге Откровения во второй и третьих главах, чем заканчивается обращение каждой церкви? Имеющий ухо пусть слышит. Что Дух. Не то, что говорят средства массовой информации, не то, что говорит интернет, не то, что говорят социальные сети. Слышащий, имеющий ухо, пусть слышит, что Дух говорит. Да, Дух Святой может использовать любую платформу, включая социальные сети и средства массовой информации. Но как важно не подчинить себя источнику, потому что любой источник информации формирует нас, определяет наш завтрашний день, как важно подчинить себя именно источнику, в центре которого, или которым вообще является благодатный Дух Святой. Итак, Иоанна 14, 26 Он здесь для того, чтобы научить, Иоанна 14, 26 Он здесь для того, чтобы напомнить, Иоанна 15, 26 Он здесь для того, чтобы свидетельствовать, Иоанна 16, 7 или 8 текст Он здесь для того, чтобы обличить, Иоанна 16, 13 Христос говорит, когда же придет Он, Он наставит вас. В английском переводе используется слово guide, да, Он направит вас. То есть, недвумысленно дает понять нам, что вы окажетесь в ситуациях настолько затруднительных, что объяснить это, примирить это как-то здесь будет непосильным. И развязать этот узел. Развязать эти узлы, выйти из этих тупиков будет нереальным. Но Дух Святой, которым займет мое место, Христос утверждает, Он направит вас. He will guide you. Он направит вас на всякую истину. Поэтому, я как-то говорил в нашей церкви, мне абсолютно все равно, как сильно человек чувствует о чем-то. Вот эти голоса. Я очень сильно чувствую. Абсолютно все равно, насколько сильно ты что-то чувствуешь. Если оно тебя привело в ошибку, если оно тебя привело в какую-то ересь, если оно тебя привело в какую-то обочину, это не Дух Святой. Дух Святой по обочинам нас не вводит. Дух Святой в ересь нас не приведет. Он направит вас, Иоанна 16, 13, на всякую истину. Конечная цель – истина, потому что она победоносна и триумфальна. То есть истина – это мы подразумеваем абсолютное истина. То есть чем является Слово. Чем является Слово Божие. Почему я вырвал эти слова из твоих уст? Ты знаешь, я вспомнил, когда Христос после крещения был поведен Духом для искушения от дьявола, и когда дьявол, искушая Иисуса Христа, говорил, поклонись мне там, то другое, если ты Сын Божий, делал ударение, если ты Сын Божий, если ты Сын Божий, Христос до этого, ну, короткое время, там прошло чуть больше месяца, если 40 дней, до этого, то… Глаз прозвучал? Совершенно верно. И дьявол был там. Слышал, во всяком случае. Был осведомлен об этом очень хорошо. Совершенно верно. Но Христос не сослался на свой экспириенс или на свой опыт или на то, что произошло на берегу Иордана. Христос не сказал, ты же слышал, что ты меня в вину-то ставишь, что я претендую на место Сына Божия. Христос Словом сослался на абсолютную истину. То есть Дух, если Духом был поведен, это то, о чем ты говоришь, очень метко, что Дух Святой поместил Иисуса Христа, то есть ответ Иисуса Христа в Слово поместил. Кстати, здесь вот тоже, наверное, уместно сказать о том, что да, Он напомнит нам, но мы не можем забыть того, чего мы не знаем. Ну да. Он напомнит только то, да, да, что вложено. И если мы не дисциплинируем себя в Слове, если мы не заботимся о том, чтобы это стало нашим ежедневным хлебом, ну, Духа Святого не будет что напомнить. Мы должны дать Ему то, что Он может напомнить. Да, это наша природа призабыть, но если оно есть в нас, даже если оно придавлено каким-то негативным опытом или переживанием, или ими сложностями, или даже какими-то обидами, или непрощениями, Он напомнит, если оно там. Если оно не там, как Он может напомнить? Поэтому Дух Святой, еще раз идем по порядку 14.26, учит Дух Святой, Иоанна 14.26 напоминает, Дух Святой Иоанна 15.26 свидетельствует о Христе, делает нас свидетелями о Нем. Дух Святой Иоанна 16.7 или 8 текст, поправьте меня, приходит, чтобы обличить. Дух Святой 16.13, Иоанна 16.13, здесь для того, чтобы направить. И Он говорит в том же 13 стихе 16 главы, Он возвестит вам будущее. Вы не будете как слепые котята. Почему человек живет в страхе? Не знает будущего. Потому что самый большой двигатель страха – это отсутствие уверенности. В завтрашнем дне. В завтрашнем дне какой-то краткосрочной, какой-то краткосрочной перспективы. Так вот, Дух Святой здесь для того, чтобы открыть перед нами завесу будущего. Помнишь, в день Пятидесятницы, Петр встает с ним, в 11 он говорит, а что вы удивляетесь? Все, что здесь имеет место, все, что здесь происходит, это исполнение Иля. Сегодня мы это знаем как вторую главу. И будет в последние дни, я и залью от Духа моего на всякую плоть. Петр цитирует эти слова. Он говорит, мужи, братья, вы же знаете эти тексты. И то, что происходит прямо перед вашими глазами, это исполнение пророчества Иля. Он, Бог, и зальет от Духа на всякую плоть. Будут пророчествовать сыны и дочери. Юноши ваши будут видеть видение. А что это такое? Это открытая завеса перед своим будущим. Поэтому человек, который развивает партнерство с Духом Святым, человек, который стремится к близости с третьей личностью Божества, это человек движимый тем, что он вкладывает в отношении завтрашнего дня. И это, кстати, не вопрос только служения. Вот у меня старшая дочь заканчивает школу. И хочется спросить. Мне, как отцу, хочется подсказать. Но, с другой стороны, не хочется навязать. У меня есть какие-то преференции. Я говорю ей, Сара ее зовут. Я бы хотел, может быть, чтобы ты... Вот мне кажется, ты здесь. Вот мне кажется, тебе здесь это... Она очень смышленый ребенок. Она очень... Она заканчивает школу с отличиями. Она в маму или папу пошла? В обоих. В обоих. Но, я говорю, молись Богу, чтобы он открыл. Вот мы интерпретируем видение только, опять, как-то в одном измерении. Визуально что-то показано. Только визуально что-то показано только в отношении какого-то духовного служения. Что правдиво. Ни в коем случае мы этим не пренебрегаем. Но важно, чтобы это подрастающее поколение было движимо этим вежем. Чтобы оно не просто где-то подхватил, посмотрел по сторонам. Слушай, мне кажется, тоже у меня получится. Чтобы это от Бога. Он говорит Иеремия 29 глава «Воззови-ка мне, и я отвечу тебе». Это 33 глава. «Я покажу тебе». «Я покажу тебе». То есть я хочу... Видение – это разговор Бога. Это язык Бога, лучше сказать. «Я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Заканчивает человек школу в 18-летнем, 19-летнем возрасте. У тебя при средней продолжительности в следующих 65-70 лет впереди. Огромное поле деятельности. Что делать с этим? Сирокие перспективы. Тем более в такой стране, в которой мы с тобой живем. Да. Из которой выходит эта программа. проси у Бога, чтобы он какой даунлоуд сделал здесь в твоем сердце, чтобы до конца твоей... Почему и написано, да? Насажженные в доме Божьем. Цветут. Они цветут. Они в старости, плодовиты, сочны. Они не выживают из разума. Они в старости плодовиты, свежесть на устах, свежесть в глазах, свежесть в сердце. Это делает Дух Святой, который занял место Иисуса. Потому что одна из Его функций это открыть перед нами. Мы не просто как слепые котята в робости, какой-то неуверенности. А завтра вот это произойдет. Смотри, брат мой, сколько мы только не наслышались в отношении этого ковида. Никто не защищает того, что произошло. И власть имеющая, наверное, перегнули палку в силу каких-то своего банального незнания и как реагировать в этих... Мне кажется, чуть-чуть уйдем в сторону, да? Обнажилась мировая неспособность управлять в кризисе всему человечеству стало понятно, что сегодняшнее лидерство неадекватно для того, чтобы управлять процессами в кризисное время. Поэтому были предприняты меры, о которых сейчас задним числом народ сожалеет. Где-то что-то было сделано не так. Но давай же будем правде смотреть в глаза, сколько вещей мы наслышались из места, которое является или должно оно является столпом и утверждением истины. А почему? А потому что нет достаточной близости с Духом Святым, одна из функций которого, одна из задач которого, одна из работ которого снять завесу. Он возвестит вам, он покажет вам вещи, на пороге которых вы стоите. Итак, дочери и сыновья будут пророчествовать, юноши будут видеть видения, старцы с наведениями. В английском переводе используется слово dream. Оно может быть переводимо как мечта. То есть, даже в старом возрасте, или в преклонном возрасте, лучше сказать, у человека есть мечта, ради которой он живет, ради которой он подрывается каждый день. У него есть то, ради чего он живет. Не просто сидит, вот лишь бы до пенсии, лишь бы еще какую-то там поднайти программку вторую, третью, лишь бы другим должно, другой должна быть христианская жизнь, не потому, что мы самые умные, а потому, что в нас тот, кто больше того, кто в этом мире. Он пришел научить, он пришел напомнить, он пришел свидетельствовать, он пришел обличить, он пришел направить, он пришел возвести. Вот что мне нравится в этом списке больше всего, это седьмая вещь, Иоанна 16, 14, Христос говорит, он прославит меня. Мы не можем прославить Христа без непосредственной вовлеченности Духа Святого. Если, Павел говорит, 1 Коринфянам 12 глава, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым, тем более мы не можем прославить Христа той славой, которую Он заслуживает без непосредственного вовлечения Духа Святого в нашу жизнь, без нашей готовности пригласить Его, сказать, Дух Святой пожалуйста научи, Дух Святой пожалуйста напомни, Дух Святой пожалуйста обличи, Дух Святой пожалуйста скорректируй, Дух Святой пожалуйста открой завесу будущего, Дух Святой. Вспоминается слова Павла, он говорит, в смерти или в жизни, чтобы Христос был прославлен. Без Духа Святого, без вовлеченности третьей личности божества, мы этого, да мы можем что-то словесно там принести, песню какую-то спеть, там, кто-то, быть может, еще как-то более свободнее себя выразить в этом аспекте. Но ведь же есть риск. Как Христос сказал своим современникам, цитируя Исаию, здесь есть, а здесь нету. Так вот, Дух Святой приводит в унисон то, что здесь, и то, что здесь. То, что выражает тело поднятыми руками, и то, что говорит сердце. Без Духа Святого привести в баланс вот это все мы не можем. Поэтому мы совершенно полагаемся на Его благодать, мы приглашаем Его, потому что мы в нем очень сильно, очень сильно нуждаемся. Вот здесь, коль мы говорим о Духе Святом в непосредственной связи или связи с Церковью и о Церкви, которая в непосредственной связи с Духом Святым, Павел пишет. Он может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем. Это третья глава. Пастор Сергей, дело в том, что по большому счету, я продолжу эту сильную мысль, по большому счету картинки оживают, картинки оживают и обретают для нас смысл, картинки вот в этой Библии, эпизоды, ну, современным языком говоря, пикчер, иллюстрации, фотографии, они оживают только лишь с Духом Святым. Абсолютно. Абсолютно. Потому что Дух животворит. Почему многие, и тебе приходилось в своей практической жизни, и в практическом служении, я имею в виду, и мне, ну, буквально тысячи, тысячи таких свидетельствий есть, что человек может читать и ничего не видит. Пока завеса не будет. Пока завеса не будет. И только Дух Святой. Только Дух Святой. Только Дух Святой. Говорит Павел, это покрывало снимается только тогда, когда они обращаются к Богу. Да. Потому что можно держать форму, можно фасад держать, но проникновение в глубину, оно дает только Дух Святой дает. И поэтому, друзья, если читая эту книгу, вы ничего не разумеете, ничего не выбить, не видите. Обратиться к нему. Я не говорю, будет, так сказать, категорически неправильно в смысле, преступно, небрежно давать такой совет. Ну, если не разумеете, что читаете, ну, закройте и забудьте. Это грех будет на мне, если продолжаете читать, не разумею даже. Но позвольте Духу Святому, позвольте Духу Святому животворить вот эти вот, вот эти мертвые буквы, мертвые, а не мертвые. Напечатанные. Потому что надо даже неизвестно какой типографии. Совершенно верно. Совершенно верно. Но только в Духе Святом и через Дух Святой и через Его Божественное откровение мы восхищаемся. Абсолютно. И это первое. Второе. Вот я более чем уверен в твоих приготовлениях к проповеди неоднократно то, что имеет место и в моей жизни. читаешь это место десятки раз. Вроде коленопреклоненно. Вроде так и молитвенно. Но потом как получается. Завесло. И ты видишь оно в такой в таком изумруде это появилось. И ты восхищаешься. Думаешь вот это откровение. Я же вроде и читал. И Дух Святой дает возможность. Почему мы читаем стараемся читать не пробегать эту книгу раз в год но стараемся читать. Ну то что мы в семье делаем я уверен что вы в своей семье делаете тебе достаточно одного раза как ты прочитал Анну Каренину или Достоевскую ты же каждый год не читаешь. А Дух Святой погружает тебя в это слово и ты читаешь и ты читаешь и оно постоянно новое новое свежее постоянно свежее необыкновенно вот магнитом тянет это Дух Святой магнитом тянет тебе ты не под кнутом это делаешь ты не делаешь это по принуждению но тебя влечет к этому ты открываешь и ты читаешь понимаешь что это жизнь вот этим вот этим мы питаемся и это работа Духа Святого да мы едим хлеб некоторые пепси колы запивают или молоком но вот что жизнь дает те калории которые мы получаем для нашего жизни обеспечения телесного а это оно через нашу жизнь так сказать на земле оно простирается в покибытие forever and ever я это я не хочу забирать тебе времени но это очень если если мы в канун дня пятидесятницы сфокусировали внимание аудитории импакта на том чтобы или спровоцировали людей к тому чтобы развивать более теплые близкие дружеские взаимоотношения с Духом Святым я думаю мы достигли своей цели я помню вас в служении был Бенихин Бенихин и по-моему онлайн я смотрел в повторе я думаю и я помню когда ты говорил ты благодарил Бенихина и ты говорил пастор Бени благодарим так сказать тебя что ты ввел нас более глубоко в познании ты же помнишь эту историю вот когда конец какие это были там наверное я маленьким мальчиком начало 90-х наверное середина первые видеомагнитофоны начали у нас то еще сколько надо было чтобы через это все пройти и вот какая-то семья в церкви или вторая приобретала видеомагнитофоны забивалась целая комната людей и мы смотрели эти проповеди переведенные на русский язык вот первой я наверное не ошибусь если я скажу что это было и правдиво в отношении тебя Джимми Свеггер да это же было это же было просто ну это наш вот такой маленький мирок гонимой церкви чуть-чуть так вот предкрывался это как бы просто полностью силы не разбили этот стеклянный да когда ты смотришь на эти крусейды когда ты смотришь на эти кстати вот если так получилось уже не знаю может быть какой-то десяток лет я как это произошло я до сих пор не знаю но я оказываюсь в группе людей которые были в служении Джимми Свеггер Джан Старнс да да он так кстати и служит с ним или нет я не знаю человек 30 и вот в его этом квартете был еще один брат я сейчас не вспомню его имени и мы подошли к нему я подошел к нему и я у него спрашиваю расскажите самый памятный момент с крусейдов Джимми Свеггер за ваши годы и он начал плакать смотрю у него глаза стали влажные и он говорит я был со своим другом он говорит братья как я могу забыть мы говорит в центральной Америке сто тысяч людей на стадионе и Джимми проповедует о Духе Святом Джимми проповедует о Духе Святом об обетовании Святого Духа о крещении Духом Святым о говорении на языках и приглашает людей прийти к алтарю те которые желают получить крещение Духом Святым говорит я видел своими глазами и его очи влажные он размолвился молитвой я видел своими глазами как 30 тысяч людей в одночасье исполнились Духом Святым и начали как я могу забыть это в своей же говорит это неописуемое конечно зрелище и переживание так вот Джимми Свегард был первым кто пришел в эти маленькие комнатушки через эти видеомагнитофоны потом помню проповедь уже покойного сейчас Йонгичу мы смотрели на этого корейского пастора и говорили там церковь 500 600 700 тысяч людей ха мы живем в городах в которых столько людей не живет а эта церковь 400 500 в 79 году мне кажется Йойда Фулгаспел переступила границу 100 тысяч 100 тысяч членов а потом была проповедь Бенни Хина о Духе Святом о личности Святого Духа его книга Доброе утро Дух Святой его проповедь в Рейма Черч в Южной Африке в Джоганесбург это тоже произвело такое впечатление когда ты слышишь человека проповедника который говорит о Духе Святом в соответствующем отношении к нему богопочтением ты знаешь что за этими словами не просто что-то вычитано да но пережитое это опыт да это опыт и не столько ты захватываешься этим опытом сколько ты себе даешь отчет что это возможно для каждого человека при его готовности он хочет быть близко с каждым он хочет ходить близко с каждым мы можем быть и должны стать современными енохами енох ходил с Богом мы можем ходить с Богом мы можем развивать партнерство с Духом Святым мы можем быть научаемы мы можем быть в состоянии когда он напоминает мы можем быть в состоянии когда он направляет нас если надо обличает корректирует мы можем быть в состоянии когда он открывает вот эту завесу будущего и мы как слепые котята живущие в страхе дрожащие на каждом повороте. Нет! Стей заправедней, как светило лучезарное, которое все более и более светлеет до полного дня, говорит Соломон. И вот этот Дух Святой, Он помогает нам прославить Христа той славою, которую Он заслуживает. Я вот начал делать ссылку, пастор Юрий, с Ефесянам, тому, кто действующий у нас силою, может сделать несовременно больше, тому слава в церкви. Точно. Во Христе Иисусе, во все роды, во веки и веки. Бог ожидает, чтобы вот эта слава, которую Он заслуживает, да, была индивидуально принести на семейном уровне, когда мы собираемся, когда мы молимся, когда какая-то оказия или по случаю какой-то оказии мы собраны, но Он ожидает особенной хвалы, потому что в собрании, в церкви, в соборности есть что-то особенное. Сегодня раздаются голоса, церковь не нужна, я церковь. Нет, нет, нет. Дорогой, ты не церковь. Церковью делает нас соборность, когда вот эти живые камни собираются вместе для того, чтобы построить духовный дом, в котором будут принесены духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. И сегодняшнее послание как раз сводится к тому, что без непосредственного участия Духа Святого мы можем натаскать себя в какой-то форме, мы можем там подучиться чему-то, «но принести жертву, кто приносит жертву, хвалу, тот чтит меня. Кто наблюдает за путем, тому явлю я свое спасение». Вот эта хвала в церкви будет принесена только, делаю на это ударение далеко не первый раз, при непосредственном участии Духа Святого. И Он хочет быть вовлечен в процесс нашего словословия и нашей жизни, в ключе того, чтобы Он был прославлен и возвеличен. Пастор Сергей Головей был со мной в эфире. Друзья, спасибо, что вы остаетесь с нами на «Импакте». Это программа «Влияние». Пастор Сергей, спасибо. Благодарен, благодарен телезрителям, благодарен Богу за вашу работу. Пусть она умножается и ваши пределы распространяются. Принимаю, пастор Сергей. Настолько уместно предложена тобой тема, потому что вот та тематика, чем сегодня оккупирован весь мир, войны, страхи, землетрясения, наводнения, голод, вражда и прочее, она просто, если бы мы с этого начали, ничего бы не дали людям, ничего бы не дали. Попрыгали бы по эмоциям, кого-то бы подняли, кого-то бы опустили. Но это было от Господа, я глубоко верю. Дух Святой, пусть Бог благословит тебя в служении. Принимаю, спасибо большое. Друзья, практикуйте. Я слышу, так сказать, голос о крещении Духом Святым со знамениями иных языков. Мы практикуем это. Мы практикуем. Которые с нами много лет, вы знаете, что мы практикуем. Об этом надо говорить в первую очередь. Кстати, одну из тем мы проведем отдельно. Я тебе уже анонсирую программу. Практикуйте, молитесь в Духе Святом. Будьте благословены. Я всегда оканчиваю. Помните, Иисус Христос любит вас очень много и очень велико. Оставайтесь с нами на «Импакте». Всего хорошего. Иисус Христос любит вас очень много и очень велико. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok